Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы поиграем в игру Five Nights at Handys. Ммм, страшно. Короче говоря, мы играем третью ночь. Вот сейчас... Вот сейчас начнёт самая жара. У меня будильник, и если вы его слышите, не обращайте на него внимания. Будильники случаются. Да. Вот сейчас, по идее, появится марионет. Иии, правила стандартные. Этот мудак говорит, я молчу. Новый месец. У, hello? Looks like you're doing a fine job. I mean, you're still here. You're already, like, practically as good as the last guard we had. Except, of course, you know, he got fired in the end. But, yeah, he kind of damaged one of the animatronics during his shift. I mean, you wouldn't do that, would you? No way. I guess he went a little crazy, you know, being alone in the dark each night. Uh, you know that character that the kids can draw on, you know? Uh, blank, I think? Uh, yeah, I always really liked that one. It's a brilliant concept. Uh, yeah, his suit is made out of some special plastic stuff, I think. Uh, that the kids can come in and, you know, grab a crayon and start drawing on his head or his arms. Uh, some of the others here think that he looks a bit scary, um, after that whole, uh, security guard thing. Uh, we, we tried our best to fix him, but, uh, parts that, like, his left hand and the back of his head are still missing. Uh, but, but the kids don't really seem to mind it, you know, so it's not a major issue. Um, yeah, from what we can tell, uh, his head got a real beating, so he might act a little, uh, strange. Um, like, he sometimes tried to get into the office through the window, and he even managed to crack the glass slightly once. Uh, yeah, if he leaves the drawing room, just shut the window door so he doesn't break the glass. Those old ones couldn't really see glass very well. Um, by the way, we're expecting more customers over the course of the next days, so next week we may need you on the day shift too, if you're up for it. Um, well, anyway, have a good night. Ah, блин, круто! Ah, ха-ха-ха-ха! Где? Ага, вот. Вернулось. А, нет, все нормально. А, короче, говорит, что, наверное, тебе очень трудно здесь сидеть и ночью, да, одному, совсем в одиночестве, вместе с этими аниматрониками. Не-е-е, мне нормально, мне с ними весело. Они клевые ребята, ты знаешь, такие анекдоты рассказывают, мы с ними, бро, прям, знаешь. Я с ними каждую ночь обнимаюсь на прощание, такой говорю, бро, я завтра вернусь. Он такой, нет, бро, я без тебя не смогу. А я говорю, да ты не ссы, бро, все нормально. Короче, далее он говорит, что здесь теперь блэнк будет двигаться. Ну, как вы могли понять, вот это вот чмо. На нем теперь рисуют дети. О, парень говорит, что очень любит этого аниматроника. И я никого не вижу! Что он очень любит этого аниматроника. Этот аниматроник очень клевый концепт имеет, потому что на нем могут рисовать дети. У него нет руки-ноги, но детям вообще насрать, потому что... Ну, а это же дети! Им вообще надо все начихать. Хавают любое, как говорится. Даже если чмо без оторванной ноги, то детям как бы нравится. Хотя я бы сказал... Вы хотите, чтобы я подходил к чму с оторванной ногой, да? Вы правда считаете, что я настолько глуп? Угу. Там, где умерли дети. Угу. Хорошо. Хорошо. Ты не выглядишь умным человеком, чувак, если ты заставляешь меня пойти к этому чмо. Так вот. Эта хрень... Назовем ее... Ясно! Окей! Я понимаю это! Хорошо! Хорошо! Кому нужна дверь? Давай! Давай! Ну! Давай! Блин! А что она может прийти к нам в офис и постучаться к нам в окно? Иногда она может даже окно проломать. Случается? Как вот его прогнать... А, да. Закрытый. Но что самое неприятное у него... У него не работают глаза. То есть ты видел, да? У него двинулась голова. Он как бы вот так вот стоит обычно. Типа, знаешь, в печали такой. Наверное. А на камере он появился к нам и начал смотреть на нас. Что значит, что он скоро... Ты закроешь рот, а он скоро придет к нам и постучится к нам в окошко, пытаясь его проломить. А вот то, что сейчас произошло, меня на самом деле не обрадовало. Ты понимаешь? Я упустил момент, когда нужно следить за всеми аниматрониками. То есть, видишь, они как-то перерокировались. И из-за этого... Если кто не знает, рокировка это в шахматах такое, типа движ такой, да? Типа, изменение позиции. И... Они рокировались, и поэтому я потерял их местоположение. И из-за этого мне стало чуть не по себе, и поэтому как бы хана. А куда это сейчас ушла еще одна киса? Ну, только что была на второй комнате. А он куда-то исчезла. Ага, вот она. Нет, это не она. А, это она. Хорошо. Блэнк где-то на первом часу, наверное, на нас появится. И скоро... Повернется, точнее. И вскоре после этого начнет свою движуху. Ага, оба кошака вышли, значит, вторая, девятая... А, девятая и двенадцатая комнаты. Иногда, ну... Нет, подожди. Двенадцатая уже пусто. Я надеюсь, он не может ко мне драпануть с одного края карты на другой край карты. В данный момент он примерно это и сделан. И с двенадцатой камеры прыгнул в пятую камеру. Ублюдок, мать твою. Ты чё? Вообще обурел? В общем, не важно. Как бы... Возникает то, что аниматроники плохие. И, наверное, делают хорошее дело, на самом деле. Судя по всему, наш игрок, он как бы злодей. Судя по всему. Судя по тому, что в трейлере говорили, что это всё твоя вина. Значит, наш герой каким-то образом навредил детям. И я опять всех потерял. Ага, вот он один. Мне нужно найти, во-первых... Макю. Угу. Мне нужно найти, во-первых, макаку. Макаку я не вижу совсем. Что там насчёт point blank? Блэнк на месте. Ты кто? Ты кот? Ты кот здесь. И второй кот. Второй кот может быть в первой комнате. Он там и есть. Значит, не здесь. Здесь никого. Пока я как бы улавливаю. Что к чему? Я понимаю игру. И... Ага, повернулся. Значит, я вангую, что примерно где-то через час он ко мне придёт. А как иногда аниматроники приходят тихо? Значит, киса тоже может приходить слева? Это... По-любому киса сейчас была. Именно в седьмой комнате стояла как бы киса. А, ну да. Это по-любому киса, потому что макак и здесь. Ага. Значит, они могут ходить с разных дверей. Ты красавчик. Вон она у него оторванная нога... Рука слева. А, справа. Блин. Ох уж эти стороны. Стороны. Что со мной не так? Я путаю стороны, я путаю ударения. Господи. Я слишком смоген. Не хватит. Меня не пугает. Боже, господи. Ты мой! Что это было? Вандал поганый! Сышь! Ты не расплатишься мне за камеру! Это должно было быть страшно? Ты чё, мать твою? Больной ублюдок. Он просто взял, разломал мне камеру. И стекло! Дурак, что ли? Так дела не делаются. Ты видел? Он просто такой, знаешь... Бум. Причём, он даже не быстро это сделал. Он так медленно, знаешь, он как погладил, но он сломал такой. Бум. И потом убил меня. И причём это мгновенно было. То есть, когда он исчезает оттуда, мне сразу надо закрывать окно. И после этого смотреть камеру. Да? Как-то так. Я думаю, что да, но я не уверен. Ладно, увидим. Я предполагаю, короче, такой план, да? Мы его попробуем с вами. Когда эта непонятная штука под названием Блэнк придёт к нам и скажет. Я не на одиннадцатой камере. Тогда я просто сходу закрываю окно. И после этого я проверяю пятую камеру. Потому что похоже, что именно при проверке пятой камеры он начинает буянить. Он такой... Ах, ты смотришь на меня? Это, наверное, один из тех уродов, которые очень боятся, когда на них смотрят. Знаешь, некоторые аниматроники настолько стрёмные, что они просто бесятся от того, что ты на них смотришь. Ну, похоже, этот парень один из них. Да, я думаю, примерно как-то так и должно быть. Но просто... Ну, да, да, да. Я думаю, оно так и должно быть. Мне жалко использовать энергию, на самом деле, лишний раз. А вот на этого паренька придётся. Ну, ладно, ладно, ладно. Я не мог. Я не мог сразу, как бы, понять, как с ним надо бороться. А теперь я понимаю. Не здесь. Не здесь. Хреново во второй камере то, что из второй камеры киса может двинуть в любой мере. Теперь она точно справа. Нет. Нет. Где он? Ладно. Я был неправ. Ага, вот. Зачем-то, наверное, устроить. Где ещё одна киса? Ага. Вот она внизу. Значит, восьмая, третья и двенадцатая. Там все эти... Пашляки прячутся. Спасибо, что я издал звук тудук. Он, похоже, постучался мне. Она говорит тук-тук. Кстати, смотри-ка, смотри-ка, какая тема. Очень можно хорошо подвинуть камеру, чтобы можно было видеть, что происходит. Так. Значит, справа уже никого точно. Эээ, двенадцатое и одиннадцатое, по-моему. Нет, двенадцатое и... Какая? Он ко мне опять вернулся? Нет. Двенадцатое. Девятое. Не двенадцатое уже. И так, хорошо. Когда он уже встанет в позу, тогда как бы можно смотреть в пятую камеру. What? What? Маленький пингвинёнок! Маленький пингвинёнок? Он же милый! Он же такой, не-не-не, я не хочу его убивать, ну... То есть... Я не хочу с ним драться. Ну, то есть... Я не хочу его встр... Ладно, он отвратительный, иди в жопу! Эээ... Я не знаю. Слишком много вещей, за которыми нужно следить. Я не успеваю. Слева, справа, ничего. Так, пингвиня внизу. А, они здесь. Один здесь. Пингвиня внизу. Всё ещё внизу. Пошёл. Что насчёт тебя? Ты всё ещё не идёшь. Музыка, прекрати! Эээ... Никого? Никого? Пингвиня! Как ты напад... Как ты нападаешь? Раньше я не видел никогда пингвиня. Киса. А-а-а-а! Блин, это стрёмно! Это жесть, как стрёмно! 12-е, 9-е... Ага! 12-е, 9-е, 3-е. А где... Обезьян? Так, давай поставим камеру вот так, чтобы я увидел это. Всё ещё здесь? Здесь, здесь. Обезьян, 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 обезьян! Ты где? Надеюсь, не слева от меня. Надеюсь, не слева от меня. Если он слева от меня, то это плохо. Оуще... Оуще... А, нет, всё нормально. Ты видишь, как я напряжён? Серьёзно? Серьёзно, да? Серьёзно? Ну, если кто не понял, это отсылочка к чуваку, который, типа, там... Неважно. Если есть желание, напишите в ютубе. Серьёзно, да? И вы поймёте, о чём я говорю. Справа никого, слева никого. Сейчас ко мне уже стартанёт... Чё ещё было? Мне попыталось, или кто-то стукнул мне по двери? Сейчас ко мне стартанёт блэнк. 9-е, 3-е. Это кто? Это код? Это кто? Это код? Это кто? Это пингвин. Как-то вот так вот. Теперь я должен видеть, по идее, если ко мне вдруг придёт кто-то слева. Таким образом, я как бы могу следить только за тремя этими камерами. И, по идее, я не парюсь. По идее, не должно быть никаких проблем. Да? Я думаю, что так. А, по-моему, этот пингвин вместо обезьяны. Потому что я не вижу нигде господина обезьяны. Ты уже пойдёшь, дниат? Я хочу проверить тактику против тебя. Стоит, там что-то пялится. Не надо, дэк. Пятая, девятая, пятая, девятая, пятая, первая, двенадцатая. Нет, ничего тут нет. Пингвинят, кстати, там разобранный лежит, на самом деле, в десятой камере. Но, походу, ему не нравится быть разобранным, поэтому он решил прийти. Всё ещё здесь. Аккуратно. Нужно пятую освещать очень аккуратно, потому что если вдруг, если вдруг, тут смотри, какая тактика. Если вдруг, сейчас на одиннадцатой камере исчезнет. То есть надо третью, одиннадцатую проверять, включать, смотреть девятая, пятая и вот это. Потому что, если я вдруг включу камеру, пока там будет блэнк, то у меня резко разобьёт окно. Он вообще буйный. Поэтому нужно проверять именно в такой последовательности. Пока они стоят. Пока как бы всё нормально, но энергия потихонечку уходит. Хотя, на самом деле, может быть такая подлянка, что пока я переключаюсь, то есть надо вот так делать как-то. А включать вообще не надо. Никого. Никого. Ты кто? Ага, обезьян. Блэнк здесь. Пятая, третья, девятая. Где ещё одна киса? Она, наверное, на первую отправилась. Похоже, здесь есть какое-то ограничение по количеству аниматроников, единовременно. Нет. Нету. Ничего такого нету. Пятая, третья, девятая. Всё тихо. Блэнк. Встал. Всё. Что это сейчас было? Я слышал. Блэнк. То есть, вот этот чувак, он, похоже, слышится, да? Но не видится. Прикольно. Ладно, ребят, ладно. Это становится интересно. То есть, сейчас у нас находится здесь аж... Сколько аниматроников? Давайте посчитаем. Пингвин. Кот. Кот. Блэнк. Лиза. Болт. Медведь. Я не знаю, что это за чмока мне пришло в конце. И обезьян. Шесть аниматроников. Клёво. И это ж ещё не всё. Ещё есть где-то марионетка, которая всё ещё себя не показала. Ладно, ребята. На этом всё. Надеюсь, вам понравилось. В следующий раз мы точно пройдём эту ночь. Всем пока-пока-пока. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...